Компания ProEco. Эксклюзивная бытовая техника класса люкс из Германии и Швейцарии. Narva Tuleviku 6. 15 июня в торгово-развлекательном центре Fama стартует марафон скидок. Не пропусти! В этот раз медики организовали пункт приема донорской крови в Центральной библиотеке Нарвы. По словам врача Центральной больницы Идовирума Валентина Шевцова, такие мероприятия служба крови проводит ежемесячно. Врачи стараются быть ближе к потенциальным донорам, поэтому выездные пункты приема крови в последнее время организуются даже в крупных торговых центрах. Что ждет человека, который решил стать донором? Рассказывает доктор Шевцов. В городе Нарву мы проводим 2-3 раза в месяц в библиотеке, или же в Астрокинском третьем этаже. Рядок действий. Во-первых, ознакомиться, заполнить карту дома. Здесь четкие, довольно-таки, супулезные вопросы, на которые человек должен ответить. Закрепляя своей подписью, что он нас застреляет, был или не был, болеет или не болеет, то есть он отвечает за себя. И это является какой-то частичным юридическим документом. То есть какая-то ответственность? Ответственность донора перед тем, как он дает кровь. То есть он дать должен объективную, в своих отношениях, здесь вот четко вопросы сформулированы. Дальше, соответственно, следующий этап проходит у нас. Это проверка этих данных. И болторные исследования. Гемоглобин определяем крови, гематоклит. С тем, чтобы случайно не принять в анемичных больных, которым самим необходимо лечение. Дальше осматривает врач. И последний этап – взятие крови. И потребность компонента крови, она с каждым годом не уменьшается. Поэтому обеспечиваем мы и Довирусскую центральную больницу, и Нарвскую больницу. Примерно где-то 3-3,5 тысячи кроводач. То есть взятие крови мы должны обеспечить за год, чтобы обеспечить хотя бы потребности лечебных учреждений. И вам это удается? Это удается пока. Но все тяжелее и тяжелее. Поэтому вынуждены различные торговые центры использовать, больше рекламировать, через печатные средства массовой информации выходить. Дело в том, что мы в Евросоюзе. В Евросоюзе есть четкая концепция по донорству. То есть оно должно быть безвозмездное, соответственно. По личной, значит, желанию личного человека сдать кровь. И это не всегда идет. Поэтому вынуждены вести, соответственно, на гитарце идет в лечебных учреждениях. Там, где есть родственники лежат, где в тяжелом положении, с тем, чтобы вызывали родственники, знакомые этих больных. И вот какая-то сеть такая формируется. В советские времена система работала по-другому. Она также считалась безвозмездной. Но была какая-то определенная, даже это не социальная назвала, поддержка доноров. В чем она заключалась? День сдачи считался, как в день этот, они могли справочку, он оплачивался по месту работы. Поэтому доноры, соответственно, тогда были отпуска маленькие, имели всегда за донорство какие-то определенные дни в течение года. И это как-то стимулировало людей. Ну, в основном, конечно, это бремя, мы теперь понимаем, несли предприятие. Потому что они оплачивали этот день. Хотя она считалась безвозмездной, но, в принципе, эта система шла. Поэтому сейчас мы что, немножко дополнительное питание, то, что за счет, знаете, шоколадки и прочее, прочее, то, что предлагается. Ну, я так понимаю, что доноров стало меньше сейчас, чем раньше. Да, да, доноров стало меньше. И количество доноров ведь тоже зависит от положения в офисе. Мы ведь не просто еще работаем. Мы, когда приезжаем на заведенные, соответственно, и свой регистр доноров, мы извещения письменные рассылаем по домам, по адресам каждому конкретному человеку. То есть многие знают, они получают, и он уже желает, не желает сдать, он сам решает. Когда приходит время. Потому что первично сдается, он обследуется, он прочее. Но потом, соответственно, заносить, не заносить, уже повторно приходит, уже дальше решается вопрос. Будет он постоянным донором, не будет постоянным донором. Уметь невозможность. И мы же ведь сами, у нас есть селекция отбор доноров. То есть нам нужен тот контингент, который наиболее для нас надежен. То есть поведение человека, ну, работающие, самостоятельные люди. Вот, социальное поведение должно быть и в быту, и везде, соответственно. То есть это дает меньшую вероятность, что человек окажется больным? Конечно, конечно. Но мы же знаем прекрасно, что сейчас гепатит, гепатит В, гепатит С. И периодически мы вынуждены, так как сокращены эти объемы, соответственно, на обследовании сейчас обязательных среди больных и в лечебных учреждениях, то практически мы всю кровь обследуем. Ну и есть проценты, и ВИЧ выявляется, и гепатиты выявляются, и прочее. Всю кровь, которую вы собираете у доноров, вы ее обследуете? Конечно, это досконально. Она у нас, соответственно, на резервации находится на хранении, и пока окончательные результаты не получены, она никуда это не уходит. Это все по этапам. Квалитет, качество должен обеспечиваться всех компонентов. Мы должны, поэтому на любом, вот вы увидите мешки с кровью, там, соответственно, эти клеточки, что хиф, гепатит, прочее, это гарантируется. Но опасность в обществе существует. Мы знаем высокий уровень ВИЧ-заболеваемости, высокий уровень контактирования. Есть попадаются люди, которые, ведя, ну, как бы я сказал, благообразный образ жизни, не подозревают о том, что они являются носителем ВИЧ-инфекции. Это те последствия 90-х годов, вот, начала 2000-х. Почему? Потому что наркоманы, молодежи, они были выявлены, они более-менее всегда мелькали на глазах общества, и они где-то на учете, они уже состоят. А они оставили какой-то след где-то, в той или иной степени, там, прямые контакты были, другие контакты были, и эти люди не подозревают о том. Поэтому мы периодически таких выявляем. Это возраст может быть и за 30 лет, в основном 35, то есть если отнять вот это время, то как раз и получается вот так, 90-е годы. Чем руководствуется обычно донор, когда приходится сдавать? В основном? Сделать доброе дело? Вы знаете, есть в обществе определенный процент людей, которые, мы же тоже здесь, на каком основании побуждение в донорство, когда вы сдаете. У кого-то больнее, родственники. А кто-то, особенно многие женщины, сдают, они один раз сдали, и они вот на этих побуждениях считают, они многие, если даже вовремя не пришли к нам, звонят. Вы знаете, мы не попали. Можно к вам прийти туда-то, туда-то. В них входит это в систему. И они говорят, что когда мы сделаем, ну, приходим, сдаем, воскрой, мы даже лучше себя чувствуем. То есть, часть контингента сейчас вот попадать начала, особенно вот в последнее время, несколько месяцев, работники Кренгольма бывшими, те, кто были массовые увольнения, они практически находятся без дела на пособиях. Они хотят как-то социально ходить, где-то быть, где-то участвовать, где-то, ну, присутствовать. Знаете, эти люди приходят, вот, в Астрик-Ескус часто. Так очень много, вот сейчас со сферы торговали приходит, вот, в Астрик-Ескус часто принимают, там, соответственно, продавцы, там, и вот с этого центра, они вначале смотрят, заинтересованно приходят, объясняют, что эта кровь нужна тяжелобольным, тем, тем, ее ничем не заменить. Ее не привезешь ни с Германии, ни с Евросоюзю. Это то, что мы должны сами потреблять. Ну, вот они пришли, видите, узнать, молодые люди хотят, поинтересоваться и прочее. Некоторые, вот, молодежь часто приходит, чисто с целью сдать кровь и пройти обследоваться, потому что весь комплекс обследований, ВИЧ-гепатит и прочее, это практически, ну, довольно дорогая вещь. Хотя есть анонимный кабинет, многие приходят сюда, они сдают и потом становятся нашими донорами, уже постоянно приходят. То есть, довольно разный, очень разношерстная публика. Но бомжей нету, это четко. Социально опущенных таких нет здесь, вы можете посмотреть, даже если приходят постоянно. Куда стоят? Человек, который хочет сдать кровь, где он может узнать, когда, в какое время, в каком месте вы принимаете? У нас есть информация через газету «Город». Мы постоянно пропускаем объявления на тумбах, те, которые идут. Вот везде у нас в городе постоянно есть. И вот вся информация. Вот радио 4 была информация. Хорошо, да. Вот так. Продолжение следует...